Привет, семья, на связи Грув, поиграем в поля сражений, присаживайтесь поудобнее, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал. Если этого еще не сделали, я вернулся и готов, готов играть в поля сражений. Можно Бурекрыло, кстати, кому интересно, у меня в телеграм-канале есть свеженький тир-лист от Дэвина, кому интересно, Таверна Грува, присоединяйтесь, ссылочка будет в описании, либо в поиск водите. Согласно таблице, Бурекрыло у него тир-а, достаточно сильный, лоскутик, всех остальных что-то я вообще не вижу, ини, 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 это все тир-трэш. Ладно, давайте Бурекрыло. 1, вообще, как говорят, 1-3-1-3, надо попробовать играть. Дело в том, что раскопка у данного героя помогает копать сразу несколько карт, но мы в разу не можем очень быстро получить, поэтому нам надо ход делать таким образом, чтобы мы немножко задержали. Я беру очень сильную карту, 1-3-1-3, это значит, что усиление раскопка, усиление раскопка. И наша задача сделать так, чтобы раскопка карт первая была во второй таверне, а вторая в шестой. То есть у нас должно, в принципе, хватать ресурсов на все это. Ну, посмотрим, не знаю, не играл. И фишка в том, что здесь еще один триплет будет, скорее всего, триплет будет в шестерку, потом выход в левел и раскапываем еще шестерки. Здесь шикарный старт, охранник за кулисами. Кстати, у меня есть подборка и существ по тир-листам здесь также, а Дэйвина, смотрите, очень полезная тема. Блин, очень хороший дуплет. Я беру раскопку трех карт. Блин, очень сильный дуплет, прям очень. А что, есть какие-то пираты? Нет, нет, есть, ноу, элема, выход в левел. Типа, камон, ради этого дуплета люди остаются, наверное, в таверне. Давайте попробуем. Тем более спелл к этому всему есть. Единственный, да, минус в том, что... Мне нужен спелл за два рубля, чтобы выйти в левел. Вроде как можно парой там дракончиков остаться очень сильно. Но вот это вот сейвит мне лицо на очень долгий период. Мне главное на следующий ход сыграть Бразу. За пять я, наверное, его брать не буду или буду? Мне дали рубль. Выход в левел. Вот, видите, проблема? То есть я выигрываю, и эта штука стоит два рубля. Я выигрываю, и эта штука стоит два рубля. Если я сейчас ее играю... Не, выходим в левел, берем монетку, делаем роу. Играем в монетку, берем монетку. Не знаю, я это фризить, наверное, не буду. Прокрутил монетку, чтобы немножко подкачать заколдованный гриб. Далее играю Учителя полетов. И копаю две двойки, начинаю левелапаться. О, видишь, как сильно? У нее тоже вроде две штуки, но у меня-то сильнее. У меня со статами. И браза, да, сейчас. Есть триплет. Так, я точно обязан играть бразу. Я точно на следующий ход иду в левел. Я думаю, в какую таверну я собираю вот эту фигню. Желательно, наверное, в четверку собрать, да, чтобы по щам не получать. Тут третья таверна, вау. Третья таверна. Так, выход в левел стоит пять. У меня семь. Мы собираем это в четверку и не мутузим бабушку, да? То есть я беру спелл и существо какое-то. Звери есть? Зверей нету. Элема, что ли, взять? Можно взять роу. Дополнительный роу, мне кажется, никогда не бывает лишним. Накинем на него атаку. Хорошее существо. Можно было свинью взять. Но что-то я, блин, не знаю. Что-то я, блин, не знаю. О, фига удары. Все, сейчас мы копаем две двойки. Дальше левел. Собираем триплет четверку. Левел, 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 да? Мне главное побеждать и вот эту штуку за рубль сыграть. Так, импульсивный прайдоха, пророк. Так, здесь мехи есть. Мехи, по идее, есть. У меня стол очень сильный. Можно, наверное, массовочку взять. Блин, два импульсивных было бы, да? Лыкар, пять, три, 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 импульсивный прайдоха. Ну, давай импульсивного возьмем. Так, здесь левел. Монетка я собираю этот триплет сразу. Два по лицу. Флагоносец, помощник стража. Блин, если бы я это разбафа взял, было бы клево. Мне прям усиливаться не обязательно. Ну, давайте... Просто проблема в том, что Рагнароша я не реализую. По одной простой причине. Я сейчас буду левелапаться. Это на первом слоте стоит, потому что сюда 2-2 летит. Сильно. Ну, я просто не хочу так просто отдавать баф никуда. Да, понятно, что потом я могу помощника поставить. Так. Это мы все опускаем вниз. 7 рублей. Двойной баф залетает. Мне дают еще спелл. Здесь левел плюс покупка спела. Играем раскопку 3. И вот эту хрень можно... Ты кто вообще? Демоны? Ну, наверное, сюда все же. У нас много этих, да? Можно с массовки начинать. Чисто технически. То есть дальше левел 2, левел 3. Собираем три плеты, копаем... Две... Т... Ой, три. Три Т6 карты. Что очень сильно. А вот этого стола... Блин, самое плохое сюда будет залетать, да? В принципе, это окей. В принципе, здесь все хорошо. Чел в третьей таверне. Мы в четвертой. Причем с хорошим усилением. Что я хочу шестерки накопать? Не знаю. Вообще, какие здесь самые сильные сборки? Ну, наверное, АПМ и Лема самая сильная будет. Может быть, демоны, пустынная мерзость. Жалко, мурлоков нету, да? Мурлоки нежить. Понятно, что пустынная мерзость. Но я найду, что там купить. Блин, чел играет через терпеливого разведчика. Через него вообще играют. Я поспрашиваю. Если честно, сомнения меня одолевают. Что через него играют. Здесь может быть хороший удар. Эх. Можно было бы нормальному садану. 4, 5, 6. Еще 4, 10 урона было бы жестко. Но он и так глыбу потерял, а сам в третьей таверне. Здесь я точно жму левел ап. Далее нам надо за рубль сыграть учителя полетов. Но здесь, кстати, под вопросом, смогу ли я вот это пережить. Я сыграю за рубль учителя полетов. Соберу триплет шестерку. Сам выйду в шестерку. У меня будет триплет с учителя полетов. Т6. И еще три Т6 юнита. Итак. Смотрим. Ну, блин. Плохо, конечно, будет, если я проиграю. Но мне в любом случае надо будет бразу и левел играть. Но он будет стоить 2 рубля. Допустим, я продам какую-то из этих карт. Ничего страшного. Мне кажется, левел. Да. Он еще и не туда залетел. Ну, понятно, что ему, да, его тяжело обыграть. В четверке сидит. 8-10. Ну, за 2 поставил. Лучше, конечно, было бы за 0. Так. Есть и дешевление. Так, стоп. Если я удешевлю, за 0 сыграю. У него будет 7. Я продам двоих. А стоит ли овчинка выделки вообще? Это я куплю. У меня 7 рублей остается. Мне все равно его продавать. Либо я играю за 2 и продаю 1. Одна херня, да, выходит? Что так, что кэток. Так, окей. Собираем учредителя полетов тогда. Здесь мы находим. Ну, можно сектантку, кстати. Либо лосомат, либо сектантка. Лосомат сильно. Сектантка сильно. 2 топовых демона. Я, скорее всего, не получу по лицу. Блин, очень сложно выбрать. 2 топовые карты. Наверное, сектантка, да, сейчас. Поскольку я раш таверну, я должен усиляться. А лосомат, ну, он 2 раза стукнет и может ни хрена не реализоваться, да. Может продать и 6-6 сюда. Да, будет меньше существ, но зато я 5-4 на нормальные статы сделаю. Тогда непонятно, кому разбафовать вот эти таунты будет. Ну, скорее всего, он, если честно, сдохнет раньше, чем вот этот. Ладно, пока не буду это брать. 5-4 оставлю. Ну, можно было, конечно, сюда раскинуть. Единственное, что я свинье проигрываю, да. А, здесь я много чему проигрываю. 7-13. А, здесь так нормально залетело, да. Что, вообще там без шансов? Ну, вообще без шансов. Направо. Ну, хоть так. Это сколько? 6. У меня бабл остается. 18 хп. Все нормально, все окей. Ну, и начинаем сейчас морду ломать. Поехали. Еще одна сектантка. Голодающий не топырь. Ай, блин, тяжело. Давай, наверное, голодающего возьмем. Два голодающих. Не покорок. Чарлга. Ну, в свиней не пойду. Там еще врагорез есть. Не знаю, вот эту штуку сыграю. Есть раскачка там какая-нибудь. Эволюция. Шесть. Роу. Так, здесь бабло. Берем, играем. Роу, 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 роу. Пять, пять. Давай. Много пятерок. Это все лесом. Нала. Это что? Т2, Т4, Т1. Ну, чисто технически можно. Это у нас Т1, да? Это, наверное, не очень хочу. Посмотрим. Бран. Позолочения нет. Ну, поехали, наверное. Нам, по сути, уже вот это не нужен. Да и демона можно выбросить. Сейчас посмотрим. Ну, просто мы сжираем. Вообще лучше через демонов играть, чем через воина. По факту. Больше вэлью получается. Посмотрите, мурлоков нету, да? По ядам тоже, как бы, тяжеловато будет. Человека найти. Но он просто вылетает, окей. Не знаю, посмотрим сектанты. Две сектантки. Понятно, что демоны есть. Демоны четные. Вот эту фигню надо продавать. Браза. Браза есть хорошие, да? Там и нерерол есть. Обновляет элема. Блин, ну не знаю, элем нам нужен. Просто четверку взял. Так просто демоны весь ролл будут жрать. По золочине 2020. Не знаю, мне, наверное, золотое существо не особо нужно. Наверное, золотое не особо нужно существо. Нечетные. Но это элемов не пихает. А поэмы элемы, кстати, интереснее смотрятся. Вроде как. Механизмы. Если я вот это поставлю 20 туда, раскопка. Проходчик против мехов. Я могу, допустим, вот тебя или тебя продать массовку поставить. Так, а я сжираю шестерых, да? Я сжираю шестерых. Надо думать вот по поводу вот этого... Вот этой фигни. Тоже надо как-то в триплет тогда вести. Нам нужно борт как-то качать. Если получится как-то покачать борт, то хорошо. Массовку пока, ну, оставим на финальный раунд. Я наслаждаюсь твоей жестокостью. 70% Ближе надо этих ставить. Барышень. Блин, ни одна не вскрылась, да? Ни одна не вскрылась-то печально. Это обычно замазка на луз. Куда же ты бьешь-то, дурик? Он мне взял глыбу, снял. 23% Не знаю, массовку поставил, победил бы его, да? Но я это понимал. Факт, армор меня сейвит. Армор берем. Еще армор. Не знаю, что тебя продавать. Или четный продавать. Ну, нет, что это, что это. Наверное, это даже хуже. Так, спелл позолочения. Не знаю, мы позолочения ищем. Какие-то спеллые раскачки. Вдвоение мне не нравится. Увеличение статов в таверне хорошо. Как-то. Как-то интересно. Вот это позолотить. Да, вот это возьмем. Вот четный можно прокрутить. Свин. Может, свина надо было играть? Не особо уверен. Ну, считаю, что надо ставить массовку и уже от нее никуда не уходить. Потому что мехов здесь мы будем видеть много. О, хороший ролл на пожирание. Возможно, вот это надо ближе ставить. Чтобы было куда закидывать. Да, вот эту хрень надо держать уже в умолчании. А, ну, че мы фризим? Нам нет смысла. Мы же все это сожрем. О, хорош. Она нормально залетела. Теперь вопрос, будет ли она умирать? Чисто технически вроде как будет. А всякие свиньи есть? Элемы, да, есть. Все-таки могут, да, мутирующую вот эту херню найти. Так, двое вылетает, нас четверо осталось, да? Ты кто? Элем. Браза. Э, хорош карта. Когда вы раскапываете, 4-4. Ну, просто, не знаю, под это взять. Снова Браза. Не знаю, Лероем и Лема закрыт. Сильный он? Бил по 15, то бишь, хай-роллер должен быть. Могут быть баблы. Ну, технически, да. О, есть карта, да? Поинтереснее. Когда вы покупаете карту, то есть заклинание тоже считается, да? Блин, существа в таверне. То есть, если я делаю реролл... Там существа будут бафнутые, да? Это я не могу взять, дорого. Не знаю, мне нужен какой-то триплет, либо вот этого, либо вот этого. Ты не демонт нежить, да? Ну, хотя бы хоть как-то можно борт раскачать. С помощью этой карты. Наверное, более полезного получается. Надеюсь, я первый бью. Но он не такой сильный, на самом деле. Так, я переживал. Он у меня одна карта, разменивается на три его карты. 666, блин. Ну, типа он бил по 15, выглядел страшнее. Ну, и что я с кем дерусь? Ну, с пол за рубль, да? Ой, триплет. Механизмы. Массовка точно у нас остается. Это я собираю куда-то в конец, да? Мерзость, но это против меха, ну, наверное. Поехали. Это все мы прокрутим. Ну, что-то подешевле бы купить. Банан, хорошо. Роу. Ну, это, грубо говоря, две карты. Тоже, вроде бы, подешевле выходит. Лерой есть. Чем мы закрываемся? Мы закрываемся мерзостью. То есть я, наверное, беру дракона и делаю реролл, да? Ну, и, в принципе, здесь что-то есть. Мерзостью закроемся. То есть он будет дважды, да? В конце хода ваши демоны поглощают существо в таверне. Получают удвоенные характеристики. В принципе, наверное, я ощущаю себя нормально. Массовка мне, в принципе, во всех случаях нужна. Я просто думаю, что я буду выбрасывать. Ну, банан, наверное, сюда. Ну, это хоть какая-то реализация, да? Под наших демонов. Под раскачку статов. Здесь можно вот это съесть. Но проблема в том, что мы сжираем троих. А не шестерых. Возможно, эффект конца хода надо. Лучше смотрится. Мы соберем вот это в триплет. Он будет двоих резать. Можем найти сюда тита. Тит сюда подходит. Вместо вот этой штуки. И будем жрать двоих. Эту штуку бы как-нибудь позолотить. Не знаю как. Я считаю, что если никто ничего не сделает с этим демоном, то я должен побеждать. Блин, херовый удар. Баблем в том, что эта штука теперь не умирает. Ну ладно, зато эта умирает. Мне еще две карты золотить. Ё-моё. Блин, нахрена ты сюда все вкидываешь? Эта штука должна умирать раньше других. Блин, как же ему прет на удары-то против меня. Ёб твою мать. 16% вон. Все лоу проценты против меня поймал. Я первый не ударил и тому подобное. И началось. Так, ну я дерусь, значит, с этим. Тут мех. Давайте подумаем. Мне, в принципе, наверное, пофиг, что здесь брать. Блин, ну это я могу сыграть, да? Ну вопрос, блин, на каком... На каком слоте мы это делаем? Потому что массовку я не могу выкидывать. Эта штука я тоже не могу выкидывать. Ну вот в этом слоте, наверное, да? Добавить талантов надо сюда, я думаю. Они под стелсом, им пофиг. Зато они будут умирать раньше, чем вот эта карта. Ну что, получается? Ну вот это беру, вдруг в два хода будем играть. Смотрим дальше. Какого-то демона пожрать. Ну что, посмотрим, что тут будет. Можем и левым закрыться. Никак не могу найти вот это и позолочение. Здесь ультраслабо все. Раскопка. Не знаю, типа, вот стоит ли вот это в триплет собирать. Что выглядит слабо. По идее, это какой-то везунчик. Но он не может быть сильнее нас. Этот тоже слабенький какой-то. Поэтому, ну надо брать первые места точно здесь. Есть эволюция, есть триплет. Давай посмотрим, что здесь. Не знаю вот насчет этого триплета, честно. Честно, мне по отдельности нравится больше. Ольга, он двоих резает. Это надо, чтобы вот это еще умирало. Еще массовку добавить какую-нибудь. Чисто поржать. Еще двойная массовка. Это нормальная тема, блин. Лерой. Вот это хорошо, блин. В триплет бы увести. В конце-то концов. А вдруг я сейчас сделаю ролл. И мне тут как дадут. Давай вот это возьмем. То есть я это сыграю и еще одну массовку бахну. Тем самым, если я бью первый, а он добавит свинью, которая статы уменьшает, он может попасть сюда 50-50. Плюс массовка снимет баблы, а удешевление на 1 хп вот это потом ее добьет. Вот эту штуку я бы тоже поменял, но... Не на что. Ну посмотрим, посмотрим. Возможно, это последний раунд. Ну, противники выглядят нище, конечно. Нище. Но тут такое лобби, что оно супернище. В основном, да, здесь какие-то демоны, там 500-500 бывают. Согласен, тут противники выглядят достаточно нище. Он, кстати, начал нормально херачиться. 50 на 50 у нас. Звонок другу. Что-то моя массовка делась. Блин, ну худший удар просто. Просто худший удар. 28, здрасте. Еще и этот вздыхает, потому что в него баф не залетел. Господи, как же мне против него бить-то не везет-то. Камон, просто, блин. Что это такое? Это просто какой-то трэш. Наказал, наказал, блин. С нихрена наказал. Смешно. 50 на 50, видимо, кто первый ударит здесь. Баф худший. Удары, он первый. Ну да, он в массовку ударил. Ну хрен с ним. Но дальше то, что было, это, конечно, лютый трэш. Вот такая партия. Вот как играть за бурекрыло. Да, второе место. Но здесь я три раза с ним сыграл, ну максимально херово по ударам. Не знаю, наверное, можно было что-то по-другому сделать в этой партии. Пишите в комментариях, что думаете. Не забывайте присоединяться в мой телеграм-канал Таверна Грува. Увидимся с вами на трансляциях. Приходите, буду очень рад вас видеть. А на сегодня все. С вами был Грув. Всем до скорых встреч. Всем пока.